Начинается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член рабочей группы по контролю за содержанием и ремонтом дорог, Виталий Брам. Виталий, добрый день. Добрый день. Я тебе обещала, что мы с тобой разберёмся в эфире, пройдёмся по твоим публикациям, которые ты размещаешь на сайте bram.ru. Хороший сайт. И в своих группах в Фейсбуке, не знаю, ВКонтакте. Везде, во всех соцсетях приходится быть. Две темы тебя интересуют в последнее время. И самая последняя тема – это АТП. И мы говорим о публикации, которая называется «Зачем автобусы заправлять топливом для танков?» или «Как получить 100 миллионов». Что касается топлива для танков, то, естественно, я как обыватель сразу спляюсь за этот заголовок, потому что я ездила и ходила по улице нашего города в прошлом году. И здесь, я не раз в эфире, мы задавались вопросом, а что, собственно, происходит, почему дымят пазики. И тут представители различных активистов и даже общественной палаты, да и слушатели звонили и говорили, что женщины падают в обмороке от этих жутких клубов дыма, и никакого ответа от администрации. Как будто бы этого жуткого чёрного чадящего дыма не существует. Все его видят и чувствуют, но только не те, кто работает в АТП, которые, собственно говоря, ездят на этих пазиках, и не те, кто им дают заказы городские. Во-первых, давай так. Ты рассказываешь суть своего расследования, которое ты публикуешь. Как один мой друг говорит, суть круть. Ну, это ты так думаешь, сейчас услышим. Может быть, да. Ну, собственно говоря, конечно, администрация города не будет нам всем говорить, что, слушайте, да, у нас плохое топливо, да, у нас там сломанное оборудование, надо что-то с ним делать, мы что-то будем с ним делать. Для них, которые живут абсолютно в параллельной реальности, безусловно, всё хорошо. Я как раз таки вот привёл в этой своей статье, это, можно сказать, мини-расследование, почему всё хорошо. Потому что разница в цене топлива печного и то, которое нужно заливать, вот за последние три года, 100 миллионов рублей. За 100 миллионов рублей администрация вот говорит вам, всё отлично, всё очень хорошо. Установлено, что АТП заправлял свои автобусы, свои 20 автобусов, и сколько там у них автобусов? В АТП вообще порядка 150 автобусов. 150. 150 своих автобусов. Это не пазики. Это автобусы, которые куплены в том числе за счёт городского бюджета. Это Лиазы. Заправлялся печным-то топливом что? Какие? Как раз таки их. Вот в первую очередь мы говорим про них. Вот эти Лиазы. Красная там, единица, 23-й. Большие. Самые выгодные маршруты. Печным топливом. Самые лучшие автобусы в городе. Печным топливом. А это кто доказывал? Пока что это лишь, в принципе, нам известно с публикации на одном из СМИ, нам известно из инсайдов изнутри. То есть, владельцы сами и сотрудники АТП сливали информацию? В принципе, да. Я даже больше скажу, что и в том числе органы администрации, правительство и всё прочее, это такая дырявая вещь, которая всё выливается на самом деле. Но никакие органы и никакие замеры это не подтвердили? Насколько нам известно, на АТП были обыски, как было написано на рядском наблюдателе. Я знал ещё заранее, то есть, инсайдерская информация, они на самом деле были, на самом деле были изъятия. Ну, я надеюсь, к чему-то это приведёт, да. То есть, я просто решил, ну, разобраться, потому что, на самом деле, долгие годы говорят, что топливо-то не соответствует нормативам, как говорят. И даже в бумагах, в закупках, я смотрю на ГОСТ, который прописан в документации. Это ГОСТ 305-82. Очень такой странный ГОСТ, потому что это не Европей, которое с 2014 года введено в эксплуатацию. Вообще, в нашей стране и другое топливо, в принципе, нельзя заправлять, нельзя распространять на заправках, как вот здесь они делают и всё прочее. Это очень такое странное топливо, прямо выписка из ГОСТа топлива с содержанием серы 2000 мг на килограмм, поставляется по государственному оборонному заказу и на экспорт. Данное топливо не допускается к реализации через автозаправочные станции общего пользования. То есть, это такое странное топливо, видимо, для танков. Ну, у нас есть танкист главный, видимо, ему приятнее заправлять для танков. Привык, наверное, да? Но, ведь важно понимать, что, во-первых, их автобусы все заточены минимум под Евро-4. Хотя уже даже Евро-4 нельзя заправлять. Он сейчас введён в стандарт государственный. И даже вот этот ГОСТ, который прописывался вплоть до последнего контракта в конце прошлого года, он не соответствует. То есть, в 2013 году на смену даже этому странному ГОСТу пришёл другой странный ГОСТ. То есть, они до сих пор все эти годы прописывали ГОСТ, по которому он вообще не действует. То есть, кто поставлял, как поставлял. Очень интересный вопрос, если разбираться. К сожалению, на сайте госзакупок позволяют посмотреть только за последние три года. Но нам известно, что как раз-таки вот эти три года, о которых речь, насколько мне известно, движение нефтепродуктов, которые ранее поставляла, не смогло, видимо, конкурировать со странными организациями. Которые поставляют вот это странное топливо. На роде типографии, например. Организация типографии поставляет топливо для автобуса? Вы удивитесь, да. Типография, вятка, поставка топлива для автобуса. Раз, два. Они участвовали или прямо поставляли? Они участвовали в аукционе и, соответственно, поставляли каким-то образом. Ну, может быть, они кому-то отдали на 100 подведом. Но эта история умалчивает. Сам по себе, крупнейший, в принципе, поставщик топлива, как движение нефтепродуктов, не смогли поставить топливо. Не смогли поставить топливо по той цене, которая предложила типография вятку. И, самое интересное, последний контракт, который они разыграли, как раз-таки ушел в Чипецк нефтепродукты. Но, насколько мне известно, это после первых обысков, которые были еще в конце прошлого года, на самом деле. На АТП? На АТП. Да, то есть. Ну, вот такие странные вещи происходят. И важно понимать сам по себе объем колоссального идиотизма, заправлять топливом печным. То есть, даже вот этот ГОС, который они прописывают, насколько мне известно, по поводу информации, даже этому ГОСу это топливо не соответствует. Это еще дешевле топлива. То есть, там разница порядка. Вот я прямо взял в таблицу, привел. То есть, по каждому контракту. Вот, взять, к примеру, последний контракт. Если посмотреть на контракт, то цена за литр составляла 32,80. Печное топливо стоит 27 на рынке. Евро 5 стоит 30. Смысл? На рынке. А смысл, как раз-таки, что вот эта разница за эти годы вырисовывается в 98 миллионов рублей. Вот это и есть смысл. Вот это и есть смысл. К сожалению, сталкиваясь вот с этой командой, так скажем. Это реально организованная группа, которая выдаивает эти все муниципальные предприятия. Будь то дороги, гордор, мострой. Кстати, там тоже надо посмотреть. Насколько мне известно, там эта же компания, одна из них, Промбит-сервис, поставляла топливо. Надо посмотреть более детально еще. Доберемся и до них. Но что управлять компанией муниципальной? Просто какой-то кошмар происходит. Вот если влезать в эту всю историю... Нет, давай мы про ТП, а потом про управляшку поговорим. Итак, расчеты, о которых сейчас говорит Виталий, они выложены как раз вот в этой публикации. Многие очень перепустили. Выкладов много, постановлений, комментариев, цифр. Там есть и даже кое-какие имена и фотографии там светятся. Суть в том, что ты считаешь, судя по твоему расследованию, что за несколько последних лет, благодаря вот таким действиям экономическим, куда-то сэкономилось 98 миллионов. Да? И 98 миллионов кто-то положил себе в карман. Кто-то, да. Говорят, даже на обысках у кого-то изъяли какую-то сумму. А в итоге АТП заправляло свои автобусы топливом, который не соответствует нынешнему ГОСТу, который должен заправляться. И, в общем, поэтому мы видим клубы дыма. А что эти цифры не видели органы ответственные? А к ним огромная масса вопросов. Вообще, к ответственным надзорным инстанциям, которые почему-то безмолвствуют, ничего не делают, не проверяют, не могут там зайти на предприятие иногда или не хотят. Ну, вот сейчас единственная наша возможность на это повлиять, это максимальная публичность через СМИ, через там социальную блогосферу и все прочее. Ну, это единственная, как мы можем проверять. Задача вопроса. Сейчас мы прервемся на полминуты, буквально после чего продолжим. Напоминаю, сегодня вы слушаете особое мнение Виталия Брамова. Это программа «Особое мнение» у микрофона Светланы Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член рабочей группы по контролю за содержанием и ремонтом дорог Виталий Брам. И мы говорим о тех расследованиях, которые Виталий публикует на своем сайте. Вот сейчас мы говорили об ЭТП, много всяких наименований было, цифр, ГОСТов. Скажи, пожалуйста, вот аукционы, которые прошли на этот год, они в декабре прошли, да? В конце декабря. Давай просто сообщим нашим слушателям, кто выиграл аукционы по топливу. Напоминаю, этим топливом будут заправлять городские автобусы. Данный аукцион прошел 23 декабря. Общая сумма ЛОТа была 156 миллионов. Его выиграла единственная заявившаяся поставщик ЧПСК нефтепродукт. Ну нормально. То есть типография пропала. Не типография. Уже хорошо. А ГОСТ, о котором... Ну и даже здесь возникает вопрос. То есть они пишут в другой же ГОСТ, то есть не как раньше. Они пишут ГОСТ, который на евро топливо распространяется. Соответствует. Но наименование пишут, которое из старого ГОСТа взят. То есть здесь уже возникает такая коллизия. А что поставлять-то будут, собственно? Что поставлять-то будут. То есть наименование топлива одно, а ссылка на ГОСТ другое. Ну на мой взгляд, то есть как минимум здесь должен быть ФАС проверить эту всю историю. Вот теперь у меня вопрос. У нас есть ФАС, у нас есть прокуратура. Про эти самые органы, о которых мы с вами говорили. Они прекрасно должны работать и могут работать. Которые должны работать и обеспечивать здоровье организма нашего города. Скажи, пожалуйста, вот это все ты напечатал, да? Сейчас я посмотрю, какого числа это вышло. А 10 апреля публикация. Кто-то из органов уже позвонил тебе? Этот же ФАС, я не знаю, прокуратура. К сожалению, пока что нет. Раз. Но мы сами к ним придем. Мы сами к ним придем. То есть какие дальнейшие действия по АТП? На самом деле мы сейчас смотрим, что дальше будет происходить там. Потому что, насколько мне это известно, они-то к ним уже пришли. Органы к ним пришли, провели обыски. Хотя обысков, эта вся история, в принципе, так понимаю, что всплыла. И я думаю, что приходили именно за этим, чтобы искать вот эти вещи. Искать эти 100 миллионов. Может, нашли какую-то сумму здесь. Ну, ждем, посмотрим. То есть в любом случае, в дальнейшем там наши действия, мы свяжемся и с органами, в чем там видение находится, и узнаем более подробно все, что есть. Потому что на данный момент даже официальной информации нет, что были обыски. Вот теперь я хотела спросить. Да. Вот еще маленький момент, который я там забыл, к сожалению, но тем не менее. Вот автобусы за счет бюджета купленных, 150 автобусов, которые, по-моему, 120 работают на линии, там 30 тысяч у них стоят, болтаются. Если на самом деле еще большой вопрос. Но заливать туда печное топливо, в результате которого ломается топливная аппаратура, ремонт, который стоит больше 100 тысяч рублей, это... В год или что? Ну, за ремонт. Или за один автобус? Каждый год они на каждый автобус. Или за все? На каждый автобус? На каждый автобус больше 100 тысяч рублей. В год? На ремонт. Ну, где-то в год, да. То есть даже может быть больше. За правило, там, печное топливо, пошло что-то не так. Ну, вот и все. И в этот момент мы пытаемся говорить, там, на общественной палате, да, на нашей группе, там, давайте... А вы докладывали эту историю на общественной палате? Нет, этого нет, у нас немножко, ну, там, другое направление, мы просто говорили, допустим, про улучшение, изменение маршрутной сети, то есть, допустим, там, люди из Солнечного берега жалуются, не могут уехать, стоят час-двадцать человек на остановке и не могут уехать. Почему? Говорим администрации, ну, как об стенку горох. В принципе, вот есть АТП, есть администрации, должны теми вещами заниматься, а не думать, как украсть 100 миллионов рублей. Вот когда ты сидишь на своем рабочем месте и думаешь, как тебе украсть 100 миллионов рублей, я вас уверяю, ни о каком там благосостоянии города, его чистоте, о том, чтобы люди могли нормально уехать из дома на работу и обратно, и вообще там передвигаться по городу, у тебя даже мысли об этом не будет. Пока те, кто не с вилами, не придет с какими-то условными, и не скажет, слушай, ты чего ничего не делаешь, почему? Вот скажи, пожалуйста, тут еще, давай, это уже добьем тогда АТП, у тебя здесь публикации, прям фотографии и фамилии людей, которые ты считаешь замешаны в этой схеме, правильно я поняла тебя, да? Да, все время. Значит, пожалуйста, вот они там все есть, они тебе, кстати говоря, эти люди еще не предъявляли? Пока нет, ну пусть позвонят. Так, хорошо. А я скажу, что это Анатолий Криволапов, замдиректора АТП, да? Сергей Медовиков, депутат Кировской городской думы, член Совета директора АТП, и Николай Дубровин, директор АТП. Но это все руководство АТП, которым ты предъявляешь претензии и задаешь им вопрос, где свой миллионов и почему печеной АТП? Я задаю вопрос, почему это все происходит. Конечно, что нет, потому что у нас есть непосредственно директор АТП. Это Николай Дубровин. Дубровин. Замечательный человек с усами. Сергей Медовиков, депутат, член Совета директоров. Там много в АТП, там Николин, член Совета директоров, Григорьев, к которому тоже есть вопросы, я там до этого писал, там есть масса вопросов про Тарайбус на парк, который арендует и не платит ему АТП деньги и все прочее. Ну, вот так вот. Активо вопрос, они тоже пока на тебя не выходили. Нет, я не знаю, что они с пустой выходить. Хорошо, значит, дальше, дальше. Под ударом, значит, твоим оказалась еще одна компания, которая называется Ленинская управляющая компания. И мало того, что эта компания оказалась, ты особенно любовью пылаешь бывшему руководителю компании, Дмитрию Николаеву. На самом деле нет, я все участвую. Ну, потому что крылья ему белые пририсовываешь, нимб, значит, над головой. Просто вот как бы. Что за такое пристальное внимание к одной отдельно взятой управляющей компании? Задаете вопрос, который не первый раз задаете. Обратите внимание абсолютно на 100% управляющих компаний, действующих в городе Кировской области и Российской Федерации. Если у меня были на этой силы, я бы точно так и сделал. Просто здесь мы видим, вот мы говорили про АТП, а учритель Ленинской управляющей компании как раз таки АТП. А учритель АТП это городская администрация. То есть это муниципальные организации, которые в принципе должны бы подавать всем пример хорошей, доблестной работы. Но, к сожалению, мы видим совершенно другие вещи. Как говорить на про Ленинскую, вот та история, про которую я уже кричу, наверное, везде уже, наверное, больше полугода, а вообще в целом год уже про нее пишу, удивляются все журналисты, особенно журналисты удивляются, как тебе удается целый год не выпускать их из виду. Ну, потому что нужно доводить до логического завершения. Ну, потому что из-за вот этих всех проблем внутри деятельности этой управляющей компании погибают люди не первый раз. Вот женщина, которая шла, бабушка, вот мне жалко ее. Там не бабушка шла, там шла женщина. Ну, женщина шла с внуком, правильно? Вот, поэтому бабушка. Ну, мне жалко этих людей. Почему они должны ходить? Почему мы все должны ходить и думать, что, блин, сейчас как упадет что-нибудь с крыши тяжелое? Ну, ведь не только ленинская компания. Не только ленинская. Не только. Вот мне все пытаются сказать, что вот там же рядом есть УЖХ, там Октябрьская управляющая компания, это G-DOP. И к ним тоже есть претензии. Но упала-то следующая управляющая компания. Ну, я понимаю, что ты ведь до падения еще начал свое расследование. Да, и если бы ко мне прислушались, то, возможно, ничем не упало. Твое объяснение тебя интересует компания, которая муниципальная 100% и именно поэтому. И так, и чего? И что там? Вот, помимо всего прочего, потому что, если все говорит, у нас не хватит времени в эфире, но проблема, которая была создана на пустом месте, на мой взгляд, то есть ее можно было решить своевременно, про приборы учета общей на МВМ. В первую очередь, по отоплениям. То есть те суммы, которые люди платят, показания снимают с приборов учета. Большая часть домов Кирова ими оборудована, в том числе дома управящих компаний Ленинского района. За приборы они не платят. Кто они? Управящая компания, там, люди, насколько я вижу, по судам с ними судятся уже три года. Но это отдельный вопрос, на самом деле. И подошел срок поверки приборов. Примерно июль-август 2016 года. С этого началась, да, эта история, что ты писать начал? История началась, на самом деле, с разъединения компаний, то есть с создания второй пять компаний. То есть была одна крупнейшая привезла в округе. И тут привлекла свое внимание. И тут они создают новую, выводят из учителей новую и старую. На старые, там, куча долгов. Старые уже банкрот официально, признаны судом. Делают странные уступки, переуступки долгов, там, обязательства, переводят дома. То есть вот они создали вместо одной, там, большой привязки, еще одну, на нее перевели все рентабельные дома. Все рубрики оставили на старые. Да, мы знаем. Ну, как называется? Так, возвращаемся к приборам учета. Приборам учета, давайте вернемся. С прошлым летом вышел срок поверки этих приборов. То есть нужно просто было провести поверку. То есть есть специализированные организации, которые ее проводят. Говорят, что с прибором все хорошо, все правильно снимают показания, можно на основании этих данных выставлять счета. Все отлично. Но так как привязка компаний не сделала поверку своевременно, более чем в 100 домах, а, скорее всего, в 160, а может быть и больше, только та информация, которая нам попала в руки, списки домов, которые в ноябре пытались перевести на общегородской норматив. То есть по прошествии трех месяцев, с момента срока поверки, они за этот период должны были их поверить. Это на самом деле не сложно, то есть организации, в принципе, есть, но просто нужно было сделать. Взять и сделать. Но это не сделано. В ноябре попытались перевести довольно большую часть домов на общегородской норматив. Людям пришли даже платежки первой партии, там 18 домов было, где разница между нормативом, который общегородской, и индивидуальным, который по приборам учета, в 2,5 раза. А прибавим еще коэффициент повышающий, который был 1,4 в прошлом году, в этом году его сделали 1,1, хотя должен был бы быть 1,5. То есть это в 3 раза люди могут переплатить. Потому что правящая компания... Могут, но еще не переплатили. Могут, потому что правящая компания сказала, когда мы это впервые опубликовали, после всей этой истории, правящая компания, там есть зам директора, зам бывшего директора Никулина, господин Никулина, говорит, мы ошиблись. Знаете, мы ошиблись, мы так просто случайно перевели на норматив и выставили платежки. Они пересчитали, слава Богу. Слава Богу. Но возникает вопрос. Ресурсно-наживающая организация, КТК, в данном случае, они-то выставляют счета по нормативу. И они в этом деле, в принципе, правы. Они действуют в связи с законодательством. Поэтому прибору снимать показания нельзя. Поэтому эти нормы автоматически переводятся на общий городской норматив. И сейчас, как только появится, а он уже появился, довольно большой кассовый разрыв между выставленными счетами от ресурсно-наживающей организации и оплаченными счетами. С граждан, которые пересчитали. Управящая компания, которая она оплачивает, вот тогда возникнет проблема. То, что в любом случае, врач-компания должна что-то сделать. То есть выставить либо перерасчет, как они уже делали раньше, в связи с переводом вашего дома под потребление топлива на общий рессурсно-наживающий, вам выставляют перерасчет. Тысяча рублей, примерно. Или две тысячи рублей за 10 площади. И в любом случае, это будет падать все на граждан, на собственников. Мы постарались этого не допустить, потому что здесь явная халатность, здесь явное нарушение жил-кодекса, потому что ответственны за эти приборы, как за общий домовое имущество, несет полную ответственность в управляющих компаниях. Если не сделали проверку, и, кстати, этого еще и получился какой-то ущерб, то я думаю, здесь пахнет уголовным делом вообще на самом деле. То есть вообще, если разбираться, а я думаю, что наши правоохранительные органы могут это сделать, и прекрасно все это знают. Ну, было бы странно, если мы это все знаем, то как бы если там этого не знают, то я не знаю, значит, это вообще не работает. Но мне кажется, что все знают, все прекрасно, все понимают, и хотелось бы, чтобы все же обратили свой взор правоохранителей на всю эту историю. Сейчас пройдемся на 2 минуты. Напоминаю, что это особое мнение Виталия Брама, а дальше придем к вопросу сайта. Программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение выражает сегодня член рабочей группы по контролю за содержанием ремонта дорог Виталий Брам. Вот ты все время говоришь, мы, мы, мы. Мы собрали материал, мы опубликовали, мы обратимся, к нам еще никто не обращался, но сайт-то Брам.ру. Не раздвоенечислено. Кто такие мы? Вот я тоже, мне все время интересовал этот вопрос, но не может один человек, который не замечен в бухгалтерской деятельности, юридической, я не знаю, сейчас вы раскроете секреты. Значит, кто с тобой работает, Брам, скажи? Слушайте, ну, на самом деле, есть несколько волонтеров, юристов, есть разные, есть волонтеры организации, готовы подсказать, посоветовать, что-то может проанализировать. На самом деле, все замыкается на мне, это правда, то есть, большую часть всех этих статей, все прочее, приходится самому писать, что-то редактируется, там, журналистами в том числе. А, то есть, ну, тебя работают, или вы работаете с юристами? Мы работаем со всеми абсолютно. Журналистами? Со всеми, кто готов работать. Мы готовы работать с администрацией города. А штаб какой-то есть? Вот это мы. Мы и кто еще? Мы и мои друзья. И твои друзья. Браво, его друзья. Подключайтесь, кстати. То есть, никакие фамилии больше прозвучать не могут. Ну, взять, например, взять эту историю по топливу. С АТП. С АТП. Эту всю выборку, эту стоимость там рыночную. Я пришел к моему другу, Багир Шарифову. У него компания Интерои. Входит в рабочую группу по контролю с сезонным дорогам. Компания Интерои, я говорю, слушайте, давайте посмотрим, сколько стоило на рынке печное топливо, евро пять, там сравнивать с этим. Ну, вот. Я сделал такую там выборку по контрактам. Мне помог там волонтер, который работает с госзакопками. Он сделал мне выборку, я это все сформировал в таблицу, чтобы там все читалось. Пришел в Интерои и мне дали там расклад по цифрам. Из этого я могу делать уже какой-то вывод. И, ну, можете по этому топливу, в принципе, как СМИ, как журналисты, обратиться в компанию Интерои, чтобы они дали, может, какой-то объективный ответ, как вот участник этого рынка, в принципе, довольно давний участник. Очень давно занимаются поставки топлива, и почему бы и нет. То есть, вот такого там характера. То есть, у меня пока что нет вот такого, что есть штаб, где работает там 30 человек. Такого пока что нет. Мы к этому идем. Я вас всех призываю присоединяться. Пишите мне в соцсетях. Bram.ru. Mail.sobaka.bram.ru. А зачем, скажи, пожалуйста, ты все это делаешь? Вот когда Навальный там, что-то там сейчас заявляет, выступает, публикует и прочее, он конкретно говорит, иду на выборы. Ну, ведь раньше Навальный не говорил, что я на выборы. Ну, папа. Он пошел на московские выборы. Он даже наоборот говорил, а до этого он говорил, что не пойдет на выборы. Ну, что... А, да. Ты, между прочим, в свое время как бы с Навальными, я так понимаю, ты же за него и выступал, и тут организовывал, когда суббит. Ну, Алексей, мы с ним общались, и до сих пор где-то бывают в Секаминске. То есть, у него есть кроме экономических требований, коррупционных требований, там, да, важно для общественности, у него есть конкретные политические задачи, о которых он заявляет. А у тебя какие задачи? Наша задача, как говорит наш, губернатор, навести элементарный порядок. Вот мы этим как раз и занимаемся. Вот мы наводим элементарный порядок в наших муниципальных организациях, в нашей администрации, допустим, да, в наших правительствах. А вы настоящий политик, Виталий, вы нам очень прикоритесь в правительстве. Расскажите нам, пожалуйста, все-таки, нет, правда, какие у тебя цели? Ты на это кучу времени тратишь. Кучу. Я вижу в этом, ну, такое, может быть, предназначение, как бы это, может быть, не звучало так, громкие слова, да, но занимаюсь довольно долго. Все пошло, это в отличие 11-го года, на волне эмоций, недовольства результатами выборов. Ну, и все-таки у тебя были какие-то политические задачи, ты тогда каким-то партиям там принадлежал и прочее. Ну, я смотрел, куда, что. А сейчас что-то Брам просто член рабочей группы, никакая не политическая партия. Брам – это Брам, вот просто, можно сказать, Брам, все понятно, вот есть сайты, есть ноготип, заходите. Нет, вот нужно просто всем здравомыслящим людям. Такие есть в Единой России, такие есть в других партиях, такие есть вне партийной, вне политической всей истории. Нужно просто осознать, что если мы сейчас все здравомыслящие люди, это очень важно, не каким-то образом объединимся, чтобы поправить этот бардак, который нас окружает, то канут просто в лету, вся наша страна, весь наш город, он уже, можно сказать, одной ногой в аду каком-то. Когда выходишь на улицу и видишь лужу, или грязь, которую невозможно обойти, и хочется просто закрыться под отделом дома, никого не выходить. Вот я тебе, короче, скажу, Антон вот задает на сайте вопрос. Напоминаю, что у всех слушателей есть возможность задать вопрос на сайте Киротичка.ру разделяется. На кого работаете господин Брам, он тебя спрашивает. Четче, видимо, чем я. Меня уже обвиняли в работе на Госдеп, меня обвиняли в работе на КГБ, меня обвиняли в работе на Кремль, меня обвиняли в работе на олигархов. Кремль вообще не знает. Да ни на кого не работаете. Знаете ли про город Киров? Ну, видимо, знает. На кого работаете? Ни на кого не работаете, на себя, на благо города. Вот просто это мой подарок, в виде этой деятельности нашему городу. Вот и все. Я считаю, что это важно, тот должен у тебя заниматься. Это не заработок какой-то? Это не заработок. Не проплачено? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я могу оставить в контурете данные, карты банковские, пускай скидут деньги. Вот, пускай. Николай Степанович спрашивает на сайте. Виталь, а как вы оцениваете работу нового директора ДДХ Менькина? Вас не смущает, что его назначили без всякого общественного обсуждения, без конкурса? Вас не шокирует тот факт, что уже руководство Менькина, ДДХ, заключает контракты только с определенными фирмами? Или вас купили, и вы эту тему специально обходите стороной? Помолчаю. Это ответ был, да? Нет, ответа шутка была. Николай Степанович, ответьте, пожалуйста. Нет, смотрите, по поводу Менькина, ну, вместе пару раз виделись, парой фраз перебросились. Меня, ну, меня смущает вообще деятельность там всей дорожной сферы, и вне зависимости от фамилии. То есть, мы вот с этими фамилиями не работаем, никак не взаимодействуем, мы работаем с этими институтами. Вот есть директорного хозяйства. И не важно, кто там Кошкин, Ишутинов, Менькин, Пельменькин, да не важно, как бы. Ну, понимаете, вот важно, что вот работа организации. А это лишь наемный менеджер. Да, это человек из Москвы. Да, довольно странно, что он все приехал на довольно низкую зарплату. Да, это все странно выглядит. Да. Ну, давайте смотреть на результат. То, что мы говорим про заключение контрактов, но пока что контрактов еще заключения не было. Мы ждем результаты конкурса. До этого Менькина все контракты заключались с одной организацией, я могу сказать точно, Гонтуром Мострой. И будь они все прокляты, вместе с этими огромными муниципальными монополистами, которые крайне неэффективно работают. Вот это я вижу. А вот работу Менькина мы сможем оценить в ближайшее время. Ну, то есть, Николай Степанович, ты говоришь, ты следишь за этой ситуацией. Николай Степанович, мы следим, блюдем всю эту историю, смотрим, как проходят конкурсы. Посмотрим, что будет дальше. Но насчет конкурса и общественного обсуждения по поводу назначения на должность господина Менькина, а тут писали, что эта должность не требовала конкурса. Какое общественное обсуждение у наемного менеджера, можно говорить, конкретной муниципальной компании. Ну, какое обсуждение? С кем обсуждать-то? И конкурс там не требуется. Ну, как бы зачем? С вами и со мной обсуждать. Я бы назначил, наверное, другого, на самом деле. Есть, я думаю, более лучшие кандидатуры из Кирова, которые могли бы взять на себя работу. И здесь мы, наконец, приходим к тому моменту. Может быть, но как бы, давайте смотреть. когда очень многие наши спикеры здесь в студии и в особом мнении, и в ненном развороте говорят, как ты, вот так вот, разводя руками, показывая объем, что очень многие местные специалисты могли бы руководить регионом, занимать министерское место, стать на пост главы администрации. Немногие. Никто. Немногие. Никогда, за исключением, может быть, Владимира Вениаминовича Журавлева сто лет назад, не называл фамилии, а кто, собственно. Никогда. Он даже, когда сейчас про выборы говорим, губернаторские, не могут никак оппозиционные партии договориться, а кто. Выборов не существует. Да бог с ними, с выборами. Есть назначенцы. Ты говоришь, я бы, например, назначил другого, и есть такие люди, специалисты, которые, кто это? Вот, например, в нашей рабочей группе есть Шамиль Бузиков, зав кафедры в Блюху. Давайте вам предложим. Он может специалист в дорожном строительстве или как эксперт может выступать, но ему же руководить еще надо. Ведь это основной аргумент. Ты можешь быть не специалистом, как Ненькин, любить туризм, например, и Дом-2, но ты, может, руководитель, угу-у-у-у. Я и говорю, что дело не в личности, и кто бы кого-то видел, тоже не важно. Важен результат работы. И мне абсолютно все равно, кто-то будет ставлен из Москвы или в наш Кировский. На самом деле, мне абсолютно надо плевать. Главное, чтобы он эффективно работает. Я тебе говорю про ресурс. Вот ты понимаешь, когда еще раз все хорошие и не очень люди говорят, да у нас тут таких специалистов, которые буквально каждую должность может занять. В Кировской области где они все объясни мне. И ни один не называет фамилию. Ну, ты вот сказал там, да? Ну, это просто к примеру я сказал. Мы все обсуждали. У Шавели спрашивал. Давайте объявим какой-то конкурс. Давайте объявим конкурс. Ну, давайте сделаем более открытым. Но в то же время нужно это или не нужно? Важно это или не важно? Важно ведь. Плоды работают. Важно результат. Ты можешь как-то подытожить, почему такая ситуация вообще складывается? Вот ты не зря же занялся муниципальными компаниями, да? Вот что это все вот это вот то, что ты пишешь? Это о чем свидетельствует? Как говорит мой друг Боги Шарифов саботаж и халатность. А причины саботажа и халатности? Я вот сказал вот здесь разница в цене в 100 миллионов рублей это и есть причина. Это коррупция. Это коррупция. Как бы мы не хотели обхватить это слово, может быть, все по официальным источникам, там, СМИ, там, на телеканалах, говорят про коррупцию в других странах, а у нас не видят ее. А она присутствует вообще везде. Куда ни плюнет, везде коррупция. И о каком развитии можно говорить? Можно поставить любого человека править какой-то маленькой организацией, но он там не выбежит. Снимаются. Его там сломают. Он либо в эту систему встроится, либо его посадят, уволят, там, много отравят. Бывают же такие случаи. Ты поэтому не идешь в систему? Я считаю, что система... Я задавала вопрос до эфира, почему не в Гордуму, например? В Гордуму? Ну, я на самом деле думаю. Мне слишком много человек говорит, иди. Что я говорю? А что она мне даст? Вот у меня будет мандат депутата городской дома. Буду я там, допустим, один из 35 человек, или 6, сколько я. 15 секунд? Ну, что-то даст. Если вы считаете, что она даст, пишите мне в соцсети «иди в городскую дому, я пойду». напишите, мы потом, значит, это разберем. Пишите больше мне, да, и, может быть, я режусь. в Гордуму или нет. Если вы готовы мне помогать, без проблем, хоть завтра пойду. Это было особое мнение Виталия Абрама, микрофон у меня была Светлана Занько, всем до свидания.